О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске «Новости губернии». Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Владимир Путин в режиме видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов России. Народный хор из «Ста человек» исполнил песню «С чего начинается родина» на площади Минина и Пожарского. Подробности далее. В начале торжественной церемонии инаугурация Глеб Никитин выходит из первого корпуса Кремля и следует к вечному огню. Там возложение цветов. Дальше новоизбранный губернатор проходит к историческому зданию, которое было отреставрировано к 800-летию Нижнего Новгорода, к манежу. Церемония инаугурации впервые проходит в Нижегородском Кремле. В Никольской церкви небольшой молебен на начало доброго дела. Обряд проводит митрополит Нижегородский-Арзамасский Георгий. Уважаемый Глеб Сергеевич, промыслом Божиим Господь судил вам неси свое служение на благословенной Нижегородской земле. Ровно в два часа дня Глеб Никитин в зале манежа. Там собрались члены регионального правительства, депутаты, общественные деятели, промышленники, представители культуры, науки, спорта. Глава властного избиркома Маргарита Корселевская вручает губернатору удостоверение. Важный момент принесения присяги. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, устав и законы Нижегородской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и гражданина. Протокольное подписание указа о вступлении в должность. С этого момента Глеб Никитин официально считается губернатором Нижегородской области. Со сцены звучат поздравления от полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, председателя Законодательного собрания региона Евгения Люлина, митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, а также коллег из других регионов на церемонии главы Мариэл и Челябинской области. За последние годы вам удалось добиться значительного роста экономики и развития многих отраслей. Под вашим руководством регион с каждым днем преображается. Благоустраиваются общественные территории, улучшается инфраструктура, строятся школы, детские сады, медицинские учреждения, технопарки и спортивные объекты. Создаются новые производства и создаются условия для модернизации уже существующих. При вашем непосредственном участии Нижний Новгород и другие города области превратились в туристические центры. Люди вам доверяют, мы это видим по результатам. И я очень рад за вас, за то, что вы смогли сделать за такой короткий срок, за ваш первый срок. Люди это видят, знают, чувствуют, вы активный человек, я это знаю много лет, активный, результативный, у вас замечательная энергетика. И поэтому я очень рад за жителей Нижегородской области. Сегодня можно прямо сказать, совершенно точно утверждать, что вы оправдали надежды людей и даже намного превзошли все ожидания. Ваша победа на выборы 23-го года стала закономерной. Нужно прямо говорить, прошедшая пятилетка была сложной, беспрецедентной, но и ответы на все вызовы, которые получили мы, наш регион, вы находили самые блестящие. Возглавляемое вами правительство было и остается главным двигателем позитивных перемен в регионе. За пять или шесть лет, если включая период временного исполнения обязанностей, на самом деле сделано очень много. Но объективно еще больше процессов и проектов, которые имеют больший срок. И мы видим, что произошли изменения за этот период практически во всех сферах. Мы видим изменения и транспортной инфраструктуры, и дорог, и промышленности, и сферы IT. Глеб Никитин пришел в Нижегородскую область в сентябре 2017 года. Сначала в статусе временно исполняющего обязанности. Затем спустя год всенародные выборы и поддержка нижегородцев почти 68%. Выборы этого года показали еще большее доверие жителей. Результат прошедших выборов почти 83%. Все это оценка успешной и эффективной работы всей команды под руководством Глеба Никитина. Об этом глава региона говорит с трибуны и на пресс-брифинге, уже после официальной части церемонии. Я хотел начать с огромных слов благодарности всем нижегородцам, кто принял участие в голосовании, как очно, так и дистанционно. На самом деле, очень отрадно было видеть такую активность, такую явку. Нам было выше, чем, ну, наверное, это логично, выше, чем тогда, когда я избирался первый раз. И поддержка тоже оказана на более высоком уровне. На самом деле, это очень вдохновляет. То, что я сейчас говорил на церемонии, это абсолютно искренне. То есть это, собственно, то, ради чего стоит трудиться. И точно понимаешь, что все не зря, и ты работал не зря. Поэтому еще раз огромное слово благодарности всем, кто отдал свой голос. Конечно, тоже хотел вразить слово благодарности и всем соратникам, как по правительству, как по команде, так, на самом деле, и во вне, во всех качествах. Это и депутаты Государственной Думы, это и сенаторы, это и законодательное собрание, представители партии, общественных объединений. Рядом с главой региона общественный деятель, писатель Захар Прилепин. При Глеб Сергеевиче произошло вот это вот объединение и внимание к области, но не даром сюда президент приехал, сами понимаете. И с другой стороны, тех процессов, которые здесь происходят. Ну, то есть, когда какие-то вещи вбрасываются в пространство, за них надо уметь отвечать, и за них сегодня отвечают. Уже скоро будет объявлен новый состав правительства. Прежнее, как и положено, ушло в отставку, но пока исполняют свои обязанности. Интриги, насколько обновится команда правительства, нет. Как отметил Глеб Никитин, все уже зарекомендовали себя профессионалами своего дела. Глеб Никитин будет руководить Нижегородской областью ближайшие пять лет. Следующие выборы губернатора должны будут пройти осенью 2028 года. Весомая поддержка жителей, как одобрение эффективной работы. Владимир Путин в режиме видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов России. В мероприятии приняли участие руководители 26 субъектов страны. Среди них и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В начале встречи президент поздравил новоизбранных глав регионов с успехом на прошедших выборах. Отдельно Путин отметил выборы в новых регионах нашей страны, назвав их важным шагом интеграции. Глава государства подчеркнула успехи страны и конкретных территорий в отдельных отраслях. И это несмотря на беспрецедентное давление на нашу страну извне. Владимир Путин указал на некоторые проблемные вопросы, решение которых еще не найдено в разных регионах. Главное продолжение эффективной работы на местах. От этого, по словам президента, зависит общий успех. Проблемные вопросы необходимо решать. У нас есть все возможности для их решения. Все. Как это не покажется странным кому-то со стороны. Тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет, наоборот. Экономика набирает темпы. Промышленность работает так, как давно уже не работала. Сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит. Строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну. Но в значительной степени ее общий результат будет зависеть от того, как вы работаете в регионах. Я искренне желаю вам успехов. ПЕСНЯ С чего начинается родина? Широко известная советская песня Вениамина Баснера. Это неофициальный гимн советского разведчика. Слова и музыка очень трогательны. В преддверии дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей из России «Народный хор», в котором 100 человек, представители различных профессий, исполнили песню на площади Минина и Пожарского. Наш народный хор – часть всероссийского исполнения этой песни разными коллективами страны. Волонтеры, здесь есть представители российского движения «Детей и молодежи», «Движение первых», представители творческих коллективов, камерный хор. И, конечно же, обучающиеся в образовательных учреждениях, студенты, школьники. В общем, такая очень разношерстная получилась аудитория. Все объединены, конечно же, единым чувством. Это желанием выразить благодарность за такое принятое решение нашему руководству и отпраздновать вместе такой важный праздник. В этот праздник, в День весенней новых территорий, мы решили организовать данную акцию. Считаю, что она необходима, в том числе для молодого подрастающего поколения, чтобы они понимали, что они не одни, что они под надежной опекой, с большой поддержкой в лице жителей Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова